НПО – это все-таки посредник между государством и населением. Поэтому мы понимаем, чтобы получать обратную связь, знать, что чувствует население, какие у него есть потребности, мы это узнаем через неправительственные организации. Потому что это институты, которые призваны, в принципе, аккумулировать эти идеи, эти проекты и доносить их до государства. А государство, в свою очередь, должно слушать, прислушиваться и использовать, конечно же, диалоговые форматы и обратную связь с неправительственными организациями. Рабочие группы – это более локальные, которые собираются для того, чтобы обсудить те или иные вопросы. У нас есть, например, рабочая группа по совершенствованию законодательства. У нас сейчас законопроект о внесении изменений и дополнения некоторых законодательных актов по вопросам деятельности некоммерческих организаций находится в Можелесе. Разработан он был с активным участием НПО. Сейчас разрабатываются подзаконные акты к нему, которые тоже проходят широкое публичное обсуждение. Но стоит отметить, что вот эти подзаконные акты, методика мониторинга и оценки, стандарты услуг НПО, оказываемых в рамках государственного социального заказа, они первоначально были созданы, конечно, НПО. Именно здесь широкое обсуждение и широкое участие здесь было представители НПО со всего Казахстана.